Ледовый дворец «Вымпел» был выбран местом открытия фестиваля не случайно. Всего за несколько лет Трубчевск превратился в один из крупнейших центров развития любительского хоккея в нашем регионе. И как отметил губернатор Александр Богомаз, в обозримом будущем таких центров в Брянской области станет еще больше. В этом году будет еще основная эксплуатация два ледовых дворца, это Судзенко и город Климов. Также в начале следующего года два спортивного сооружения «Клинцад» и «Упочек». А в село будет построено на программе совместных с «Газпромом» 12 спортивных сооружений. Также буквально два дня назад мы приняли в бюджет первом чтении противопубличного слушания, где выделены деньги, я отмечу впервые, на достройку тех объектов, которые были заморожены. Все это позволит привлечь к участию в соревнованиях любителей хоккея из самых отдаленных уголков области. И сделает чемпионат ночной хоккейной лиги еще более представительным, а значит интересным. «Мы все разные, хоккей один» звучит официальный девиз ночной хоккейной лиги. На льду известные политики, бизнесмены и простые любители хоккея. За семь лет существования этот проект объединил сотни тысяч любителей хоккея со всей страны. Не осталась в стороне и Брянская область. В этом году в чемпионате двух дивизионных выступят 10 команд. В этом году турнир в нашем регионе вышел на качественно новый уровень. Впервые в нем участвуют представители дивизиона 18+, так называемой Лиги Надежда. Очень много игроков, которые 18 лет, моложе, 40+, естественно, они не могут попасть в этот дивизион. Поэтому было принято решение организовать дивизион 18+, где большинство игроков, которые любители ходят, играют, они будут участвовать в дивизионе 18+. Команд на самом деле много. Заявлено на этот сезон 5 команд. Участников около 100. Но в следующем году мы планируем еще больше команд, потому что желающие есть, резерв есть, люди есть. В ночной хоккейной лиге нет случайных людей. Здесь все, в хорошем смысле, больны хоккеем. Давно занимаемся. Команду создали в 2009 году. Команде уже 8 лет. Набирали команду долго. Но пришли все равно к результату хорошему, я думаю, потому что команда сплотилась. Нашли средства, нашли силы. Время, возможности. И вот участвуем сейчас в турнире. Вслед за условной молодежью на лед вышли проверенные бойцы. Чемпионат в дивизионе 40+. Открывали хозяева площадки команда «Вымпел» и действующий чемпион, партизан, во главе с губернатором Александром Богомазом. Принципиальные соперники выдали настоящий хоккейный спектакль с обилием заброшенных шайб, потасовкой и драматичной развязкой. Но у кого после таких поединков повернется язык называть игроков ветеранами, а матчи – товарищескими? Игра складывается непросто. Хоть мы и забили шайбы, но тяжело играть. Команда достойно заняла в прошлом году первое место. Безусловно, уровень игроков довольно высок. И нам, конечно, приходится тяжело. Но мы сражаемся. Но, к сожалению, пропустили, не выдержали, не справились с эмоциями. Было много удалений. Сам по себе ход этого поединка, в котором зрители увидели все, за что мы так любим хоккей, еще раз доказал – всех нас ждет увлекательный чемпионат. Особенно интересным будет не только, потому что команды с каждым годом становятся более равными. Понимаете, критерий 40+, у нас подрастает молодежь, которым только 40. Игра становится острее, быстрее игра становится. У нас в этом году появился дивизион 18+. Тоже очень интересно и добавляет особую перчинку в чемпионат ночной хоккейной лиги. Развязка матча получилась и вовсе голливудской. Комфортные 3-1 в пользу партизана горели на табло вплоть до середины третьего периода. Но хозяевам в концовке удалось сотворить маленькое хоккейное чудо и за несколько секунд до середины вырвать победу в этом, казалось бы, уже проигранном матче. Партизан всю игру, можно сказать, ввел в счете, а потом в конце проиграл. Это говорит о чем? Что хоккей – это командная игра. Вот команда собрала Стрипчевский и на последних минутах вырвала победу. Каждая команда оцелена на победу. Каждая команда понимает, что это путелка, путелка в Сочи, путелка на ночную хоккейную лигу, где в прошлом году наша команда участвовала, партизан. Вот из 64 команд заняли 42 место. Но, что самое интересное, с каждым годом брянская команда все поднимается выше, выше, выше. Дмитрий Кузнецов, Иван Зюрев. События. Трубчевск.